шалом уважаемые дамы и господа один пожилой бизнесмен понимал что уже вот дни сочтены чувствовал он решил своего сына вот вывести на арену бизнеса теперь сыну никто не доверяет понятно что если он умрет и и сын займет его место может потерять доверие потому что с ним незнакомые вот что делает отец он забирает большую вечеринку представляет всем своего сына и говорит вот сейчас мы будем работать вместе вот этот период мы как бы заработаем доверие вот действительно буквально в короткий срок к сожалению уходит этот пожилой человек а так как люди уже немножко знакомы с молодым его преемником они продолжают с ним работать все и вдруг проходит год-два это человек говорит я хочу сделать вечеринку вау все так что он собрался умереть приходит на эту вечеринку говорят парень ты же молодой собираешься с нами проститься привести кого-то вместо себя он говорит нет эта вечеринка это результат вечеринка о том что вот эти вот два года после смерти моего отца я добился чего-то то есть мое доверие которое я заработал у вас она уже сейчас подкреплено результатами этот рассказ обращен в основном к людям самодостаточным которых бог выделил из обычных людей он дал им вложил как говорится в их личный банк большой капитал эти люди они заработали доверия бога но результатов нет почему потому что они еще пока на сегодняшний день не живут для результатов для него них из-за результаты в другом они купили себе какие-то хорошие вещи они себя обложили разными наслаждениями но пока всевышнему отдачи от этого нет и вот чем раньше эти люди поймут что все что у нас есть это депозит это доверие всевышний доверяет нам он доверяет нам он выделяет нас он дает нам возможность жить хорошо но мы должны чем раньше тем лучше понять что нужно давать сдаку нужно уделять время изучению торы если у нас есть дети то эти дети тоже должны обучать изучать и соблюдать какие-то законы всевышнего на первых порах будет очень нелегко потому что человек должен взять на себя какие-то принципы которых он доселе не знал или идти на какие-то компромиссы на которые он раньше не шел или делать какие-то вещи которые он раньше не делал но в конце концов подпишет царь соломон но в конце концов все будет хорошо шалом шалом